Смотри видео внимательно, читай описание и получай гарантированный подарок. Если мы говорим про VPN, это всегда централизованный сервис, который предоставляет нам определенные услуги. Мы пользуемся его серверами и в большинстве случаев вносим оплату. В случае с DPN такой проблемы нет. Каждый из пользователей является сервером и является поставщиком услуг и пропускной способностью в своей стране и предоставляет к нему сервис. Давайте затронем ценовую политику. При использовании VPN мы вносим ежемесячную или ежегодную оплату и пользуемся сервисом. При использовании DPN ситуация в корне меняется. Купили один раз устройство и пользуемся услугами бесплатно. Также DPN предоставляет комплексную защиту всех ваших устройств, находящихся в его сети. DPN поставляется с полнофункциональным набором функций безопасности корпоративного класса, чтобы все ваши устройства всегда находились под защитой. Операционная система Atom OS обеспечивает 7-уровневый брендмауэр с глубокой проверкой пакетов, антитрекингом, предотвращением вторжений и другими различными функциями. Эти функции обычно встречаются только в продуктах кибербезопасности корпоративного класса, которые стоят в несколько раз дороже, чем данный тип устройства. Настройка не требуется, просто включите устройство и будьте спокойны, зная, что ваша личная информация, устройство и все, что подключено к вашей сети, остается приватным. Давайте вернемся к сравнению VPN и DPN. Если говорим про VPN, это всегда централизованный сервер, на который возрастает нагрузка с увеличением количества пользователей. Итог. Чем больше пользователей, тем выше нагрузка, тем ниже скорость. DPN при этом меняет правила игры. Чем больше пользователей, тем выше скорость, так как каждый из них становится новым сервером и за счет этого увеличивается общая пропускная способность сети. Физически они из себя представляют небольшие устройства различного форм-фактора. И конечно ваш выбор будет зависеть от того, с каким устройством вы будете его использовать. Возможно вы будете использовать их только в домашних условиях, или наоборот вам нужна мобильная версия. У каждого устройства свой тип подключения. Обязательно перед покупкой я бы рекомендовал ознакомиться с информацией на официальном сайте. Давайте пробежимся по кратким характеристикам. Я здесь выделил 4 основных устройства и выписал их характеристики. Если вам интересно, поставьте видео на паузу и ознакомьтесь с интересующим вас устройством. Как я ранее говорил, тип подключения будет зависеть от того устройства, которое вы выберете для своей домашней сети. Возможно вы будете использовать его в режиме виртуального провода, в режиме роутера, или в принципе как мобильное подключение, подключая его к своему ноутбуку или напрямую к телефону. Давайте переходить к настройке данного устройства. Чтобы зайти в веб конфигуратор, в поисковой строке введите данные значения. Логин пароль будет админ. Пароль от Wi-Fi сети вы видите в самом низу. Давайте разбираться на примере и пройдем все шаги вместе. Давайте для начала подключимся к Wi-Fi сети. Выбираем Deeper, нажимаем подключиться, вводим пароль. I love Deeper. Далее переходим в веб конфигуратор, используя те или иные значения, которые я показывал ранее. Логин и пароль используем админ. Попадаем в панель приборов, где мы можем ознакомиться с основными показателями, с точками доступа, с загрузками центрального процессора и используемой памятью. Следующая остановка это контроль доступа. Здесь мы видим все устройства в нашей сети и можем ими управлять. Для новичков я рекомендую установить режим умного маршрутизирования. Также мы можем задать скорость лимита сети и, например, примечание к нашему устройству. Переходим к следующему пункту. DPN под пункт режимы. Здесь новым пользователям я бы порекомендовал поставить интеллектуальную маршрутизацию и отключить резервный туннель. Это позволит нам более гибко настраивать различные туннели для разных приложений. Обязательно после всех изменений нажимайте применить, чтобы настройки сохранились. Дальше идет вкладка туннели. Здесь мы можем добавлять различные страны и настраивать наши приложения использовать эти туннели. Давайте на примере добавим Объединенные Арабские Эмираты. Ввели страну в поиски, нажали добавить, после этого обязательно нажимаем клавишу обновить. Далее по ходу изучения веб конфигуратора вы обязательно поймете для чего нужно это делать. Следующий пункт это настройка домена. Здесь мы можем ввести определенный сайт и использовать для него определенную страну, чтобы он подключался именно к ней. Сюда мы можем добавлять различные приложения, которых не будет далее, вы поймете о чем идет речь. В правую сторону мы прописываем те сайты, для которых не нужно создавать туннель. Которые и так открыты в вашей стране и которым вы часто обращаетесь. Например, госуслуги или авито. Прописали домен, нажали кнопку добавить. Видим, что наш сайт добавился и он будет использоваться без туннеля. То же самое можно проделать по IP адресам. Теперь переходим к самому интересному. Раздел перемещения приложений. Здесь собрано много различных приложений, которые будут вам интересны. Которые очень легко настроить и которыми очень удобно в дальнейшем будет пользоваться. Сверху вы можете использовать фильтр, с помощью которого легко найдете нужное вам приложение. Давайте на примере Spotify разберем, как это настроить. Выбрали нужное нам приложение, теперь нам нужно выбрать подходящий для него туннель. Можно настроить прямой доступ, как мы раньше и рассказывали про белый список. Можно использовать рекомендуемый туннель. Или другие, если вы зарегистрировали свой аккаунт в другой стране в какое-то время. Например, если вы там проживали. Давайте будем использовать рекомендуемый. Он у нас не добавлен в списках стран. Как мы ранее и рассказывали, выбираем нужную страну, нажимаем добавить, нажимаем обновить и вернемся к перемещению приложений. Нажали обновить и переходим обратно. Теперь с помощью фильтра выберем музыка и выберем Spotify. Нажмем рекомендуемый туннель и как мы видим, сразу он добавился. Ничего дальше делать не нужно. Теперь Spotify, когда вы будете искать его в поисковой строке браузера, будет открываться через эту страну. Теперь используя фильтр, вы можете найти нужное вам приложение и настроить для него туннель. И каждый раз, когда вы будете пользоваться поисковой строкой в браузере, открывая приложение, оно будет открываться через этот туннель, то есть через эту страну. Это устройство полезно, если вы, например, путешествуете, но в той стране, в которую вы приехали, то или иное приложение не работает. Так что всегда обязательно помним о законодательстве страны и о запрещенных приложениях. Давайте разберем следующий пункт. Фильтр DNS. Здесь вы можете отключить блокировку рекламных запросов, различных трекеров и всего подобного. Или наоборот их активировать. Для новых пользователей я бы рекомендовал отключить это и использовать блокировщик рекламы, встроенный в браузер. На первых порах. В данном устройстве есть родительский контроль. Мы можем отключить порнографические сайты и блокировку социальных сетей. Это, например, если нашей сетью пользуются дети и мы не хотим, чтобы они попали на вредоносные сайты и не наткнулись на ненужный контент. На данном устройстве можно майнить. Если вам это интересно, обязательно смотрите следующее видео, я там уделю некоторое время данной теме. А мы с вами в разделе Wi-Fi связь можем изменить имя Wi-Fi сети и задать уже свой пароль, который будет нам удобен. А также изменить частотный диапазон нашей Wi-Fi сети. А теперь поговорим о том, о чем многие беспокоятся при использовании данных устройств. Общий доступ. Как же через наше устройство будет проходить общий трафик, как мы будем делиться нашей пропускной способностью? Если вас это беспокоит, просто отключите это, и вы будете использовать только сервера других людей. По аналогии с торрентом, вы будете скачивать, но не будете раздавать. Это палка о двух концах, и каждый выбор делает для себя. Но помните, что на вашем устройстве установлен 7-уровневый фаервол, и вы находитесь в относительной безопасности. Тем временем, мы с вами в разделе пароль изменим пароль входа в веб-конфигуратор на тот, который будет нам удобен. Раздел перезагрузка. Здесь бы я рекомендовал его активировать и перезагружать устройство в автоматическом режиме хотя бы пару раз в неделю. Это просто позволит вашему устройству работать более стабильно и радовать вас своим быстродействием. Давайте перейдем в следующий пункт. Информация о системе. Здесь мы можем ознакомиться с серийным номером, IP-адресом, максимальным количеством сеансов, автоматическим обновлением, которые я бы рекомендовал обязательно включить. Ведь с каждым новым обновлением мы получаем дополнительные приложения, которые появляются в разделе перемещения приложений. Тем самым, поддерживая актуальную версию операционной системы, мы получаем полный список приложений, которые можем настраивать и которыми можем пользоваться. Теперь сервисами, которые вам нужны, вы можете пользоваться без ограничений, но обязательно помните о законодательстве. Поэтому используйте те сервисы, которые не запрещены в вашей стране. Скорость открытия и загрузки данных приложений радует. Видео формата 2К и 4К можно просматривать без дополнительной загрузки. Ну конечно же, все зависит от вашего интернет-провайдера и вашей скорости сети. При моих показателях, я мог спокойно просматривать видео 2К и 4К без долгого ожидания. Все шло плавно и гладко. Скорость сети вы можете видеть на своем экране. Но у меня есть для вас отличная новость. В следующем видео, в котором мы будем с вами распаковывать данное устройство, рассматривать его физически, я также расскажу, как увеличить пропускную способность данного устройства в два раза. Скорость после моих настроек вы можете наблюдать сейчас на экране. То есть она возросла в полтора-два раза. Огромное спасибо, кто досмотрел данное видео до конца. Обязательно оставляйте ваши комментарии. Мне очень интересно почитать мнение моих зрителей. Также я его буду обязательно учитывать при создании следующего видеоролика на данную тему. Всем спасибо, до новых встреч.